Рабочая неделя подходит к концу, и если вы не знаете, где можно хорошо отдохнуть всей семьей после трудовых будней, отправляйтесь в Северный парк. Там каждую пятницу проходит творческий концерт «Поющие гитары», после которого начинает свою работу кинотеатр под открытым небом. Вместе со славянцами на вечернем кинопоказе побывала и наша съемочная группа. После завершения реконструкции Северный парк стал настоящей достопримечательностью города. В вечернее время он никогда не пустует, а по пятницам здесь особенно многолюдно. Жители приходят сюда, чтобы послушать выступления славянских артистов. Для них оборудована специальная зона с удобными креслами. На импровизированной сцене может выступить любой творческий человек. Главное – иметь гитару и желание подарить людям радость. Очень чувствуешь себя как на большой сцене, но все-таки есть ощущение домашней такой обстановки. Спокойствие такое, что люди сидят на тебя, смотрят, сидя вроде как дома, как на стульчиках. Очень приятно, очень хорошо. Ощущения классные после выступления. Обстановка в парке действительно по-домашнему уютная. Между исполнителем и зрителями нет никаких преград. Их отделяет друг от друга всего пара шагов, что делает такие выступления действительно живыми и искренними. Мальчонка с зайчиком играл, лучам забавно улыбался. Вдруг луч за тучкою пропал, малыш немного растерялся. Куда же ты, веселый друг? И смех его сменились слезы, тут стало ясно всем вокруг. Причина для него весьма серьезна. Он к маме руки протянул, А на его груди прижала. Он так доверчиво прильнул, Что грусть куда-то убежала. Известный в нашем городе бард исполнитель Татьяна Ладыко впервые приняла участие в этом мероприятии. И ни капельки не пожалела о принятом решении. Зрителям она подарила две песни и обе авторские. Проще, конечно, чужую песню спеть, потому что там уже все напето, за тебя все решено, тебе нужно повторить только. Ну, как получится. А когда поешь авторскую песню, ты отдаешь частичку себя, своего внутреннего мира. И отдаешь, делишься этим с людьми и хочешь услышать отклик. Среди зрителей концерта люди самых разных возрастов. Кто-то просто остановился послушать, прогуливаясь по парку, а кто-то специально приехал, чтобы увидеть выступление своих земляков. Мне кажется, такие мероприятия очень необходимы, потому что молодежь должна где-то развиваться, показывать свои успехи в музыке, в сочинении даже тех же стихов, в исполнении. Вот, поэтому я считаю, что данное мероприятие очень важно для нашего города. И надеемся мы, что они будут постоянными. После окончания концерта здесь же начал работать кинотеатр под открытым небом. Поскольку в парке много гуляющих семей с детьми, то показывают в основном мультипликационные фильмы. Стоит заметить, что Северный парк полюбился не только славянцам. Все, к кому мы подходили брать интервью, оказались приезжими из других регионов. В Якутии, Удмуртии, Мурманской области. Мы приехали из Якутии, приезжаем к вам сюда, в Славянск, отдыхать за третий раз. Конечно, молодцы. Мы как приезжали, не было этого, в парке не было. Сейчас такое развитие вы сделали, так красиво у вас. Нам очень нравится. Мы очень переехали к вам жить, но пока не можем дома найти еще. Ну, хорошо, ребята, очень. Молодцы, конечно, молодцы, хорошо у вас. Мы были приятно удивлены, что здесь очень чисто, уютно. Освещение, очень большое количество площадок и очень приятный вот такой сюрприз для нас. Сейчас мы идем уже домой, вот в кинотеатр под открытым небом. Сейчас она набирает вообще популярность и обороты, потому что это такое своего рода расслабление и как-то сплочение, наверное. Раньше очень все любили ходить в кино, а когда это под открытым небом, на свежем воздухе, это вообще супер. Можно с собой взять плед, расстелить его на травки, взять с собой пиццу и прекрасно провести вечернее, вообще в вечернее время. Нам посоветовали, что здесь, в Славянске, открылся парк, более современный, чем раньше. То, что есть кинотеатр, детям очень нравится. И вот эти пуфики, то, что здесь можно посмотреть. Ну и вообще обстановка очень нравится. Замечательно. Творческий концерт поющей гитары и кинотеатр под открытым небом проводятся каждую пятницу, начало в 20 часов вечера. Приходите, отдыхайте, наслаждайтесь летними вечерами в красивом, уютном парке и в окружении творческих, талантливых людей. Анна Монастыренко, Игорь Иванчиков, программа События.